Свердловские сыщики в короткие сроки раскрыли тяжкое преступление, совершенное 62-летним жителем Верхней Пышмы Вячеславом Протасевичем. Вдовец, воспитавший двух взрослых детей, безжалостно расправился с одним из них, 35-летним сыном Леонидом. Убив сына, Вячеслав топором разрубил его тело на части и спрятал в камышах на берегу озера Вашты. О пропаже Леонида Протасевича стало известно неделю назад. Поисковый отряд «Лиза Алерт» распространил такую ориентировку. 10 марта в районе поселка Вашты Верхнепышминского городского округа пропал 35-летний мужчина ростом 164 сантиметра, был одет в рабочую куртку с надписью «Макита» и утепленные резиновые сапоги, а также черную вязаную шапочку. Уехал в лес и не вернулся. Тревогу в связи с пропажей брата забила его родная сестра. При том, что Леонид жил в одном частном доме со своим 62-летним отцом. Сам обвиняемый о розыске без вести пропавшего сына в полицию не заявлял и сделал это только после того, как о пропавшем брате забеспокоилась его сестра. При этом уже после организации розыскных мероприятий обвиняемый активно участвовал в поисках сына вместе с поисковыми группами. Однако в ходе следствия следователи получили доказательства, достаточно для предъявления обвинения подозреваемого. Преступление, как полагает следствие, было совершено Вячеславом Протасевичем во время совместной поездки с сыном в лес с целью заготовки дров. Мужчины не раз так поступали и два года назад Вячеслав Васильевич даже получил судимость за незаконную рубку леса. Его вместе с приятелем, неким Липатниковым, застукали в лесу у поселка Черемшанка во время погрузки в кузов 131-го зела только что напиленных березовых чурок. Вот как содеянное Протасевичем было описано в приговоре Верхнепашминского городского суда от 5 августа 2019 года. При помощи находящейся при нем бензопилы Макита путем спиливания произвел рубку, то есть отделение от корня трех сырорастущих деревьев породы береза, общим объемом 4,28 кубических метра, прекратив их дальнейший рост. Тогда суд учел чистосердечное признание Протасевича, помощь следствию, а также тот факт, что пенсионер незаконно спилил три березы не с целью наживы, а по нужде для личных целей, так как проживает в частном доме. Бензопилу и спиленные деревья у него конфисковали, а также принудили к выплате ущерба, нанесенного лесному хозяйству в размере 52,5 тысяч рублей и выплате штрафа в доход государства в размере 50 тысяч рублей. Но принадлежащий Протасевичу ЗИЛ-131 оставили хозяину, посчитав, что орудием преступления он, в отличие от бензопилы, не является. На этом самом ЗИЛе на прошлой неделе отец с сыном и направились в лес за дровами. По версии следствия, утром 10 марта обвиняемый, находясь в лесу в районе 31 километра трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, на почве ранее возникший личный неприязнь к своему родному сыну нанес ему несколько ударов по голове, причинив пострадавшему открытую черепно-мозговую травму. Для сокрытия следов убийства обвиняемый при помощи топора расчленил тело и укрыл останки на этом же участке леса, присыпав снегом. Останки были найдены днем 13 марта местным егерем, который был в курсе поисковых мероприятий по розыску убийности пропавшего потерпевшего. Своей вины в смерти сына Вячеслав Протасевич не признает. По его словам, 35-летний Леонид погиб во время спила дерева. Береза упал на него и причинила ранения несовместимой с жизнью. Испугавшись, что вину случившимся возложат на него и уже имея судимость за незаконную вырубку леса, Вячеслав, по его словам, решил сымитировать пропажу сына. Он разрубил его тело на части, потому что не из Ленинграда или родом Вячеслав Васильевич, спрятал останки в камышах и закидал их снегом. После чего отогнал грузовик на несколько километров от места преступления, где и бросил его. Однако дочь Вячеслава Васильевича предполагает, что именно их отец был причастен к смерти ее брата. Не так давно Вячеслав Протасевич, видимо, устав от холостяцкой вдовцовой жизни, разместил на сайте знакомств анкету со своей фотографией, где указал, что не курит, не употребляет спиртное, имеет стабильную работу и увлекается спортом. Он, по его же словам, хотел завести дружбу с женщиной для дальнейших серьезных отношений. Не знаем, успел ли Протасевич завести такую дружбу или даже отношения, только живущий с ним под одной кровлей взрослый сын ему явно в этом деле мешал. По словам сестры, между отцом и Леонидом не раз возникали конфликты по поводу дележа жилплощади. Возможно, один из таких конфликтов и стал мотивом убийства. Хотя, по словам соседей Протасевичей, они никогда не видели отца с сыном конфликтующими. Похоже, кустарная заготовка дров была их главным промыслом и едва ли не каждый день они на поляне перед домом занимались колкой и распиловкой дровесины. Следственным комитетом продолжается выполнение комплекса мероприятий по выяснению всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. Судом по ходатайству следствия Эсквера в отношении задержанного избрана мера по исчению в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.